В этом году отопительный сезон в Самаре стартовал чуть раньше обычного. В первую очередь теплом обеспечили объекты социальной сферы, а также здания с круглосуточным пребыванием людей. Больницы, дома ребенка, специализированные детские сады и интернаты. На сегодняшний день из 10195 многоквартирных домов 10192 уже подключены к теплу. Пять домов промышленного района, которые в силу технических причин оставались без горячих батарей, обеспечили теплоснабжением вчера. И 168-й включили 6-я просека, включили заводское 59 в данной ситуации. Эти дома включили у нас. Поэтому вчера все пять домов по адресам, которые были, их включили. По трем оставшимся адресам сейчас идут восстановительные работы. К примеру, у дома по Чернореченской 8, который пострадал при пожаре, сейчас проводят вынос теплотрассы. Завершить работы планируют к вечеру сегодняшнего дня. Продолжают отрабатывать адресные обращения, которые поступают от жителей областного центра. С учетом фактически стопроцентной готовности города к отопительному сезону, их поступает сравнительно немного. На контроле ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств сейчас находится порядка 10 адресов. Задача стоит за сегодня. Те адреса, которые у нас 10 в работе, выполнить. И в ночь на 18-е взять оставшиеся и закончить с устранением повторных повреждений. Также на совещании в мэрии затронули вопрос участия Департамента экономического развития в конкурсе Счетной палаты России. Его целью стало определение лучших инициатив в государственных органах, а также органах местного самоуправления. В этом году конкурс проходит по пяти номинациям. Работу ведут совместно с Самарским университетом в рамках научно-исследовательской деятельности по корректировке и актуализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. В настоящее время готовится сборник лучших практик и инициатив, который в дальнейшем будет опубликован Счетной палатой. Надо сначала провести совещание рабочее с приглашением разработчиков. Они бы пояснили по каждому направлению. И я уверен, что у всех появится интерес к этой работе. И тогда и обучение, и уже практическое приложение этого сделать. На конкурс было подано более 80 заявок от 64 команд. Выбрано всего 8 победителей. Городской округ Самары представлен в двух номинациях. Анализ проблем, создание цифровых профилей зданий и сооружений. И оценка влияния с мониторингом социальных настроений и оценок жителей столицы региона в сетевых сообществах. Вручение дипломов победителей планируется в торжественной обстановке на 20-м юбилейном форуме стратегов в Санкт-Петербурге, который пройдет с 31 октября по 2 ноября этого года. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.